Всем привет! Если вы смотрите данный ролик, скорее всего вы знаете, что такое Google реклама, как она работает, где она находится, как она настраивается. Возможно, кто-то из вас настраивает ее самостоятельно, а кто-то платит специалистам за настройку такой контекстной рекламы. В любом случае вы имеете понятие, и если вы настраивали ее самостоятельно или просто заходили в интерфейс Google Ads, то скорее всего вы видели, что там огромное поле для деятельности, очень много всяких кнопочек, функций, и если вы пытались самостоятельно внести изменения, скорее всего вы замечали, что иногда это делать неудобно, что иногда процесс может тормозиться, иногда это занимает несколько больше времени, чем вы думали, особенно если у вас куча всяких данных, кампаний, ключей, объявлений и так далее. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я постараюсь сэкономить вам ваше время и упростить процесс внесения массовых изменений в Google Ads и все это при помощи Google Ads Editor. Редактор Google Ads это бесплатная программа, приложение для редактирования данных в Google рекламе. Идея проста, вы просто скачиваете один или же несколько аккаунтов, если у вас их несколько и просто вносите в оффлайн режиме изменения, а далее отправляете все изменения на сервер Google рекламы. Как показывает практика, для многих Editor является сложной программой в освоении, некоторые вообще не знают, что он существует, поэтому в сегодняшнем ролике я постараюсь простым языком, максимально просто, объяснить вам, за что отвечает каждая функция, познакомлю вас с интерфейсом, чтобы не красть ваше время и показать самое основное и самое важное для работы с Google рекламой именно в Edit. Итак, для чего вообще нужен Google Ads Editor, какие возможности он открывает перед рекламодать? Вообще, использовать его могут абсолютно все рекламодатели, вне зависимости от объема данных на вашем аккаунте, но особенно полезен он будет тем, у кого слишком много кампаний, ключевых слов и объявлений, потому что процесс управления ими будет гораздо проще именно в Editor, вам будет гораздо удобнее и проще вносить массовые изменения в ваши несколько аккаунтов или же кампаний. Редактор Google Ads позволяет вносить быстрые изменения именно массово и делать это достаточно быстро, не занимать много времени и практически никаких задержек, заминок у него в этом не возникает. Также вы можете экспортировать и импортировать файлы, если они уже у вас есть готовые, например, вам не нужно создавать с нуля кампанию, прописывать каждый шаг, вы можете подготовить эти кампании и с помощью Editor это легко просто сделать, экспортировать там или импортировать целый файл, это займет всего лишь пару минут у вас, нежели вы будете делать это массово, ручками именно в браузерной версии. Также вы сможете быстро просматривать статистику по всем кампаниям или же отдельным категориям, вы можете скачать ее сразу и она у вас будет доступна сразу на экране, вы сможете все сразу увидеть, то есть вам не придется переходить специально в отчеты для того, чтобы добавить какие-то колонки или же добавлять, настраивать какие-то колонки, как это нужно делать именно в веб-версии. Искать и заменять рекламный текст, перемещать между собой какие-то элементы, например, группы или же объявления, также легко и просто делать именно в Editor, а не в обычной версии браузерной Google рекламы. Также очень удобно отменять и восстанавливать изменения, которые вы сделали, делать черновики ваших кампаний, которые вы тоже хотите впоследствии отправить. Ну и конечно же главное преимущество это то, что вы можете работать даже без подключения к интернету и потом просто выгрузить данные на сервер. Итак, первым действием нам конечно же необходимо скачать Google Ads Editor, делать это я рекомендую на официальном сайте, ссылочку я обязательно оставлю в описании этого ролика, заходите сюда и нажимаете скачать редактор Google рекламы. Также на официальном сайте вы вот здесь можете прочитать про системные требования, например, что редактор Google доступен для Windows 7 и более поздних версий, а также Mac OS 10.3 и более поздних версий, например, с версии редактора 1.0 прекращается поддержка 32-разрядной OS Windows и он будет работать только на 64-разрядной версии операционной системы. Ссылку на системные требования я также вам оставлю в описании к этому видео, ну а мы с вами продолжаем дальше. Далее после того, как вы скачали и установили приложение, вам необходимо добавить ваш аккаунт, для этого вы нажимаете на кнопку добавить и нажимаете войти через браузер в приложении и у вас потребуется телефон или адрес электронной почты и естественно пароль и после этого вы сможете уже войти в полную версию вашего аккаунта. Далее перед вами открывается такое поле, особенно если вы владеете несколькими аккаунтами, да у вас есть несколько клиентов, здесь все будут аккаунт перечислены, вы также внизу можете поставить галочку на показывать только загруженные аккаунты или же показывать центр клиента в виде дерева. Далее если у вас несколько аккаунтов и вам нужно поработать конкретно с каким-то и вы знаете его идентификатор, вот здесь вот в поиск по аккаунтам вы вбиваете номерок нужного вам аккаунта и вам выбивается именно этот аккаунт, вы нажимаете галочку и нажимаете открыть и вы таким образом попадаете именно в нужный вам аккаунт. Далее мы видим что у нас здесь есть несколько основных полей, самое основное у нас находится вот здесь вот сверху собственно аккаунты, мы возвращаемся к моменту выбора нужного нам аккаунта, дальше мы можем с вами получить изменения, основные данные, больше данных или же запланировать скачивание на какое-то конкретное время. По поводу основных данных и больше данных, если же вы работаете с небольшим количеством компаний, вам нужно вносить небольшие изменения, вы можете в принципе выбрать основные данные, но если же вы работаете с несколькими компаниями, вы планируете масштабные изменения и так далее, то вам нужно конечно выбрать больше данных. Эта опция она также скачивает просто расчетную ставку для показа на первой странице, а также для показа в самом верху страницы и также показывает качество страницы. Дальше мы можем конечно же проверить с вами изменения, которые мы вносили, либо были внесены на сам сервер Google рекламы, посмотреть статистику, то есть можем получить полную подробную статистику по нужным нам компаниям или же аккаунтам, ну и конечно же внеся какие-то изменения, мы естественно должны опубликовать с вами эти изменения на сервере и для этого нам нужно будет нажать вот эту вот кнопочку опубликовать. Все те же самые функции в принципе дублируются вот здесь вот аккаунт, добавляется только импорт и экспорт, то есть мы можем импортировать уже компании, которые мы сделали в конкретном файле экселевском или же просто вставить текст, ну или же мы можем собственно экспортировать нужные нам компании, группы объявлений, ключи или же полностью весь аккаунт и так далее, какие поля у нас дальше есть, вот здесь у нас перечислены все аккаунты, если мы выбрали несколько и все компании, вот все которые у нас есть, все которые приостановлены, все которые работают, вот здесь в управлении собственно поле, где мы выбираем с чем мы хотим конкретно работать, ну а с правой стороны это основное поле, где мы будем с вами вносить нужные нам изменения и стоит помнить, что изменения будут отображаться, если вы выбираете какую-то конкретно компанию, то есть например если я выбираю вот эту вот компанию, нажимаю на нее, то соответственно в управлении и с правой стороны все подстраивается под эту компанию, здесь мы видим какие-то циферки и они показывают сколько у нас чего в этой компании есть, например в этой компании у нас две группы объявления, в ключевых словах у нас 79 их есть, например исключаемые критерии, да, местоположение исключаемых критерий, тут ноль, ну это означает, что у нас это просто не выбрано, можно здесь вот так вот развернуть, чтобы выбирать конкретную группу, чтобы было более удобно работать, то есть например я выбираю вот эту вот группу, выбираю вот здесь вот ключевые слова и здесь мне показываются все ключевые слова, которые относятся к данной группе, далее в рабочей области мы будем работать вот здесь вот, вот в этом поле с правой стороны, то есть я выбираю например конкретную группу ключи конкуренты, да, перехожу в ключевые слова, но мне здесь показываются все ключевые слова, я могу нажать Ctrl-A, то есть я выделю все ключи и вот здесь с правой стороны получается я могу поменять им всем, например, тип соответствия или же там приостановить, удалить ключевые слова или же наоборот приостановленные, включить, также поменять конечную ссылку, поработать с шаблонами и так далее. Например, я хочу добавить какой-нибудь ключ новый, для этого конечно нужно перейти в конкретную группу, куда мы хотим ее добавить, допустим, я хочу вот этот вот ключ силквик у меня в точном соответствии, а я хочу его фразово, я нажимаю на добавить ключевое слово, вот здесь вот прописываем свой ключик и вот здесь меняю тип соответствия, например, на фразовое и что мы видим, мы видим, что во-первых это ключевое слово у нас стало жирненьким таким выделено, более того, вот здесь вот у нас появился такой вот значок треугольничка, да, это означает, что мы внесли какие-то изменения, то есть что-то появилось новенькое, если же у вас еще есть какие-то ошибки, скажем так, да, то есть, например, в моем случае такой ключ совпадает уже с другим ключевым словом в данной группе объявления, но у них различаются типы соответствий, то есть система меня об этом предупреждает, потому что у вас может быть много ключей, вы могли не досмотреть и у вас, например, может быть два одинаковых ключа, либо же в разных типах соответствия, но вам, например, это и не надо было, да, или же наоборот, даже в одном и том же типе соответствия, тогда здесь будет такой красный кружочек с восклицательным знаком, до этого мы еще дойдем, то есть система здесь вот вас предупреждает о каких-то либо же ошибках, либо же то, что вы могли не заметить, ну, допустим, в моем случае все хорошо, я хочу, чтобы этот ключ был как в широком типе соответствия, да, так и фраза, и в принципе я могу уже опубликовать изменения на сервер, нажав вот здесь вот кнопочку опубликовать, и как мы видим, что вот у нас жирненьким подсвечивается теперь эта группа, даже если я переключу, да, и тут получается треугольничек, то есть это означает, что в данной компании, в данной группе у меня внесены какие-то изменения, но я вообще, конечно, рекомендую вам для начала вносить все изменения, которые вы хотите, там, с объявлениями, с ключами, все что угодно, и только после этого все изменения отправлять на сервер. Вообще очень важно перед тем, как вы начинаете работу, перед тем, как вы будете вносить какие-то изменения, это получить данные непосредственно самого Google, самой Google рекламы, то есть сервера, для того, чтобы не получилось так, что вы не скачали изменения, а у вас были какие-то изменения внесены вами же, например, там, вчера именно в обычной браузерной версии, да, и вы не скачали эти изменения, начали делать какие-то изменения уже в эдитере, забыли и просто начали опубликовывать, и таким образом у вас потеряются изменения, которые у вас уже были, поэтому, чтобы такого не произошло, и вам не пришлось что-то переделывать еще по 10 тысяч раз, первое правило, заходя в Google Adwords Editor, мы скачиваем все изменения, получаем все данные, именно либо те компании, которые нам нужны, то есть мы можем выбрать компании конкретную, да, здесь поставить галочку, например, ремаркетинг SEO продвижения России, да, или же все компании, если я планирую работать со всеми компаниями, да, или же уже загруженные компании, то есть те только, которые мы загрузили, и нажимаем после этого, после того, как редактор скачает нам все изменения, все компании, да, вот здесь вот у вас будет такое окошечко, будет двигаться ползуночек, показывать в процентах, сколько уже скачалось, и вот здесь будет показано, сколько скачано компаний, да, из 17, из 219, да, группа объявлений, ключевых слов и так далее, вот здесь можете прокручивать, то есть будете параллельно видеть статистику, в принципе, скачивание происходит достаточно быстро, ну, конечно, все зависит от того, какой объем данных у вас уже имеется и хранится в Google рекламе. Итак, мы получили все наши основные изменения, и следующим делом, что мы можем делать, это посмотреть и получить статистику, то есть мы выбираем посмотреть статистику, получить статистику, можем выбрать здесь диапазон дат, начиная со вчера и заканчивая за все время, либо выбрать свой диапазон, то есть мы можем выбрать за 14 дней, за прошлый месяц, за прошлую неделю, либо же я могу выбрать просто вот здесь вот пользовательский диапазон и вот здесь вот вставить конкретные нужные мне даты, там, не знаю, например, с марта месяца, там, да, допустим, по там сегодняшнее число, к примеру, по 9 апреля, да, вот здесь вот я выбираю конкретно компании, какие меня интересуют, да, я могу даже выбрать конкретные группы, которые меня интересуют, и вот здесь вот с правой стороны я могу выбрать необходимые мне столбцы, то есть эффективность, показы, клики, стоимость CTR и так далее, конверсии, подробная информация о звонках, показатели конкуренции, то есть все-все, что меня интересует, вся статистика у нас находится с правой стороны, вот здесь вот вы можете видеть, то есть, например, показатели качества, качество целевой страницы, ожидаемый CTR, релевантность объявлений, да, какая у нас здесь вот и так далее, и вы можете тут просто себе прокручивать, вы можете, конечно же, опять выбираете нужную вам компанию, да, по которой вы хотите посмотреть статистику, или же выбрать весь аккаунт, ну, это будет, конечно, не очень удобно, потому что все будет в такой каше, ну, а далее это работа с фильтрами, фильтры у нас находятся вот в этой области, мы выбираем конкретную компанию, опять же, далее ставим фильтр и, допустим, я хочу поработать с ключевыми словами, выбираю ключевое слово и дальше я хочу, например, посмотреть на все ключевые запросы, которые содержат слово SEO Quick, я прописываю слово SEO Quick и нажимаю применить, и таким образом, видите, мне по этой компании отфильтровала все ключевые слова, которые содержат слово SEO Quick, я вот их здесь вижу, собственно, для чего это может понадобиться, например, я хочу по этим словам, которые содержат слово SEO Quick, поднять ставку, да, вот мне сразу показала четыре таких запроса, я их выделяю, да, и могу здесь изменить себе сразу максимальную ставку за клик, ну, или не только, или, например, приостановить все ключи, которые содержат слово SEO Quick, да, или поменять им тип соответствия, ну, то есть все, что вам нужно будет с этим сделать, ну, конечно, это не все фильтры, здесь вот есть куча фильтров просто, какое вам необходимо, то есть можно отфильтровать по ставке для первой позиции, да, например, или для первой страницы, можно посмотреть комментарии по максимальной цене за клик, по ожидаемому CTR, то есть здесь функции куча, и вы просто выбираете ту, которая нужна именно вам сейчас, именно в данный момент. Также еще такая функция есть в управлении, вот здесь, где три точки нажимаем, мы можем, например, скрыть неуказанные типы, то есть нулевые, чтобы они нам не мешали, да, или же попробовать в специальных элементах, да, например, поубирать галочки ненужные нам, да, то есть тут, например, ключевые слова и таргетинг, да, там, не знаю, мне не интересует местоположение, я убираю галочку, и местоположение автоматически у меня, видите, пропадает, я возвращаю галочку, и местоположение у меня возвращается, ну, и здесь то же самое можно с объявлениями сделать, например, я не хочу, чтобы мне в этих полях показывались там адаптивные объявления в поисковой сети, да, ну, например, я там с ними сейчас не буду работать или еще что-то, то есть я могу их убрать, и так далее, расширение объявлений то же самое, то есть мне не нужны дополнительные ссылки, чтобы они отображались в управлении, или там уточнение, или структурированные описания, так что вы здесь можете подстроить как бы под себя, чтобы вам проще визуально было в этом ориентироваться, но что касается меня, например, мне не совсем удобно скрывать эти элементы, потому что, в принципе, они никак мне не мешают, они никак не отвлекают мое внимание, а потом, наоборот, искать, добавлять их, мне кажется, это не очень удобно, но, опять же, вы ориентируетесь под себя и настраиваете Google Ads Editor под себя, и то, как вам будет удобнее. И также есть еще такая полезная функция, как заменить текст, вот так она выглядит, вот я могу выбрать, либо же добавить текст, либо же изменить употребление заглавных букв, или же изменить ссылку, например, и вот с правой стороны, кстати, пишутся быстрые горячие клавиши, с помощью которых можно вызвать это меню. Допустим, я хочу заменить текст, далее у меня открывается тоже поле, где я могу выбрать именно, где я хочу заменить текст, заголовки, в каком конкретно, в какой конкретно строке описания, или же, возможно, путь 1, путь 2 поменять, или же заменить конечный URL и так далее. Например, я хочу заменить заголовок 2, слово, например, директор. Я выбираю найти текст, вписываю директор, и заменить на пустоту, если я ничего не хочу менять, или же на конкретно что-то другое, и нажимаю ОК. И таким образом мы видим, что, например, вот здесь вот у меня был директор SEO Quick, а стало просто SEO Quick. То есть давайте поговорим немножко с вами про объявления, вообще, как нам менять здесь все. То есть мы выбираем компанию, дальше мы переходим в поле в управление, в объявления, выбираем конкретный тип нужных нам объявлений, с чем вы будете работать. Например, адаптивное объявление в поисковой сети, да, выбираете нужное вам объявление, да, с правой стороны открывается рабочая область, и мы здесь видим, что мы можем редактировать. То есть вот наши все заголовки для адаптивного объявления, вот все наши описания, вот наш путь 1, путь 2, собственно, статус включить, приостановить, конечные URL и так далее. То есть я, например, могу добавить еще там какой-нибудь заголовок 12, звоните, да, к примеру. И все, у меня уже добавлен какой-то элемент, вот у меня здесь появляется треугольничек, треугольничек, то есть и компания сразу становится жирненькой, как мы видим, то есть это означает, что у нас уже внесены какие-то изменения. То же самое касается развернутых текстовых объявлений, вот вам открывается здесь снова рабочая область, где вы можете работать, и как вы видите, внизу мы видим, как будет выглядеть наше объявление полностью, то есть мы видим, что, например, я путь 1, да, заменю, посмотреть отзывы, да, посмотреть. И вот сразу мы видим, как оно уже изменилось, то есть вот здесь уже стало посмотреть отзывы. Чтобы массово сделать изменения во всех объявлениях, то мы выделяем их через Ctrl-A, и нажимаем замена текста, как я уже показывала ранее, и меняем везде наш заголовок, или же строку описания, зависит от того, что вы хотите поменять. Ну и после того, как вы внесли данные, конечно же, вы опубликовываете изменения на сервер, напоминаю вам. Если вы работали во всей компании, то стоит, конечно, выбрать всю компанию. Если вы работали в конкретной группе, можете кликнуть на конкретную группу, и с помощью аккаунта можете вот здесь вот этой функции опубликовать изменения, или же с помощью большой клавиши опубликовать изменения. И вот здесь вам будет новое окошко открыто, да, вы можете поставить на все компании, например, да, либо же на выбранные вами компании. Здесь оно показывает тип объекта, который мы меняли, то есть в данном случае я меняла адаптивное объявление и развернутое текстовое. И оно показывает, сколько обновлений было, то есть развернутым текстом два, а в адаптивном одно. И вы нажимаете на опубликовать, и все изменения улетают на сервер Google рекламы. Также вы здесь можете, естественно, и создать, добавить новое объявление, которого у вас еще не было, вы там себе что-то придумали. Для этого мы просто нажимаем на добавить развернутое текстовое объявление. Все поля, видите, горят красненьким, потому что ничего не заполнено. И мы просто проставляем здесь все нужные нам поля, то есть, например, SEO продвижение я пишу. Продвижение, заказать сейчас, звоните, например. И так далее. Строку описания, конечный URL, все это мы заполняем. И вот здесь внизу, конечно же, появляется сразу наше объявление, как оно будет выглядеть. Ну, пока я удалю. Вы, кстати, можете нажать правой кнопкой мыши на нужный вам элемент, с которым вы можете также поработать. То есть, вы можете скопировать его, вырезать, отменить изменения, например, приостановить, удалить и так далее. Это, что касается развернутого текстового объявления, то же самое можно проделать с адаптивным объявлением в поисковой сети. Вы точно так же можете добавить объявления, точно так же у вас здесь будут поля, которые вы вам нужно заполнить. И по умолчанию у нас здесь есть заголовок 1. Я также, например, пишу SEO продвижение. И здесь мы можем выбрать расположение заголовка 1, то есть, закрепить его. Например, я хочу, чтобы SEO продвижение, этот заголовок всегда был первым, да, и я его закрепляю, чтобы он был первым. Далее у меня открывается заголовок 2, вот здесь можно расширить, и мы увидим, что здесь вот у нас открывается до целых 15 заголовков. Там, например, заказать сейчас. Например, мне не важно, как будет этот заголовок, где он будет отображаться на первом месте, на втором месте, на последнем месте, или не будет отображаться вообще. В таком случае я расположение заголовка 2 вообще не трогаю. И точно так же мы действуем дальше со всеми описаниями. Вот здесь вот так же раскрываем эти описания, которые нам нужны и важны. Еще раз напоминаю, что в адаптивных объявлениях система сама миксует ваши объявления, исходя из ваших прописанных заголовков и исходя из ваших прописанных описаний. То есть, если система посчитает, что именно этот заголовок в сочетании именно с этим описанием даст больше конверсию, больше CTR, оно более полезно для пользователя, она смиксует и покажет его именно так. Поэтому лучше прописывать практически все заголовки, практически все описания, которые не будут повторяться между собой, будут чем-то отличаться, чтобы система могла комбинировать между собой и выбирать наиболее удачливый вариант. Но если вы хотите, как я еще раз говорила, чтобы какой-то конкретный заголовок обязательно был именно на первом месте, то есть, как я хочу SEO продвижения на первом месте, я выбираю расположение заголовка 1. То есть, оно всегда будет у меня идти первым. Как бы там система, возможно, по-другому бы это сделала, да, или бы не показала вообще. Но для меня важно, чтобы она его показала. И то же самое касается именно описаний в объявлении. Если у вас есть какое-то описание, которое вам важно, которое вы хотите, чтобы оно обязательно всегда было, обязательно шло именно первым, вы просто меняете расположение описания. То же самое у нас касается и объявлений по номеру телефона. То есть, вот здесь у нас есть функция объявления по номеру телефона. Например, мы видим, что у нас нет такого объявления. Мы нажимаем на плюсик и можем его создать. Обязательно здесь нужно прописать название компании, номер телефона, страну регистрации номера телефона. Здесь вот выпадающий список, где вы выбираете вашу страну. То есть, у нас там это Украина, да. И обязательно прописывайте тоже заголовки и строки описания, а также обязательно ссылку. И вот здесь, на самом деле, куча всевозможных вариантов объявлений. Все зависит, конечно же, от типа вашей рекламы. Потому что, конечно же, в обычной поисковой кампании видео объявлений не будет. Но если вы работаете, например, с видеокампанией, да, то вы будете переходить именно в данное поле. Так, я пока удалю. И дальше, помимо объявлений, у нас есть блок, который называется расширение объявлений. Здесь у нас прячутся те самые дополнительные ссылки, которые обязательно нужно прописывать для каждой поисковой кампании. Те самые уточнения, которые также очень важно прописывать. Потому что все это повышает CTR, все это повышает видимость вашего объявления. Ну и все это, конечно же, повышает шансы вашему объявлению быть выше конкурентов, снизить цену за клик. Ну и, конечно же, шансы того, что потенциальный покупатель кликнет именно на ваше объявление и перейдет на ваш сайт. И все это можно добавлять непосредственно в Google Ads Editor. Здесь нам доступны ссылки, уточнения, структурированные описания, опять же номера телефонов, адреса, цены, промо-акции и ссылки на приложение. Я могу посмотреть, какие уже используются, например, дополнительные ссылки в данной кампании или же в конкретной группе объявлений. Естественно, я вижу эти ссылки и, естественно, я могу их опять же редактировать с правой стороны. Ну, а если у меня нет каких-то ссылок вообще или я хочу добавить какую-то новенькую, и я хочу, чтобы эта ссылка была практически во всех моих компаниях, да, что мне делать? Я перехожу в общую библиотеку, перехожу в дополнительные ссылки. Вижу здесь абсолютно все ссылки, которые вообще у меня существуют. Ну, как вы видели, что в кампании у меня было добавлено всего лишь конкретные 4 ссылки. Здесь просто хранятся вообще все ссылки, которые вы решили добавить. То есть кейсы, например, работ, да, кейсы наших работ, обзор, отзывы и так далее. Если я хочу добавить что-то новенькое, я нажимаю на плюс и прописываю текст ссылки и конечную ссылку, собственно, куда у меня она будет ввести. Также это касается общих списков минус-слов, которые я могу сюда добавить. Также это касается уточнений, то есть видите, у меня тут куча уточнений. Я могу добавить еще одно новое и так далее. И если я хочу добавить какие-то новые общие ссылки или же новые уточнения, которых у меня не было раньше, я перехожу в нужную мне кампанию, перехожу в расширение объявлений, в дополнительные ссылки, нажимаю добавить дополнительную ссылку. И дальше я смотрю и выбираю, что же мне нужно. Хочу я добавить эту ссылку на уровне аккаунта, то есть эта ссылка будет во всех абсолютно компаниях всегда автоматом. Или же я хочу добавить эту ссылку на уровне кампании, то есть в выбранной мной кампании всего продвижения я добавлю эту ссылку. Или же я хочу добавить эту дополнительную ссылку именно на уровне группы объявлений, только вот на ключи конкурентов. Я выбираю нужное мне, естественно, и мне открывается поле, где перечислены все мои ссылки как раз-таки из этой общей библиотеки. Я просматриваю их и выбираю нужную мне, кликаю, нажимаю окей и все. Видите, новая ссылка у меня добавлена. То же самое касается и уточнений, то же самое касается структурированных описаний или же номеров телефонов. То есть, еще раз повторяю, если мы хотим что-то добавить того, чего у нас в аккаунте вообще нет, мы переходим в общую библиотеку, выбираем нужное нам поле общего уточнения, например, нажимаем на плюсик и добавляем нужные нам уточнения. Или же дополнительные ссылки, или же структурированное описание. Если же мы хотим добавить в конкретную компанию, или же в конкретную группу в компании, какую-то новую ссылку из общей библиотеки, переходим в расширение объявлений, выбираем нужное поле и из общей библиотеки уже добавляем нужную нам ссылку, или же уточнение, или же цену, или структурированное описание. Так, смотрите, вот, кстати, красный кружочек с восклицательным знаком, о котором я говорила в начале. Если вы видите такое, то это означает, что где-то у вас есть ошибка, то есть где-то вы что-то не заполнили, либо же заполнили неправильно. То есть, возможно, вы с заголовки 1 в текстовом объявлении, как вариант, перебрали символы, да, то есть доступно максимум 30, а вы там 31 написали. Конечно, это ошибка, с ошибкой изменения не отправятся, и этот кружочек показывает, что у вас в этой компании есть ошибка. Далее вы разворачиваете компанию, кружочек будет показывать, в какой конкретно группе у вас ошибка, выбираете группу, дальше смотрите в этом блоке управления, где у вас, опять же, этот красный кружочек, он у нас находится в поле объявления. Мы видим, что в поле с адаптивным объявлением в поисковой сети. Нажимаем, и что мы видим? Если мы наведем вот курсорчик, то нам оно покажет наше нарушение. То есть, я не закончила, да, создавать это адаптивное объявление, и оно мне показывает, что у меня не указан конечный URL, что у меня не указано два описания, да, как минимум, и что мне нужно добавить не менее трех заголовков. И с правой стороны, вот здесь, конечно, тоже конкретно оно прописывает вам ваши ошибки. Поэтому обязательно перед тем, как отправить, смотрите их на наличие этих ошибок, исправляйте их и загружайте новую нужную версию. Ну, а мы с вами продолжаем. Каждой компании нам необходимо присвоить UTM-метку для того, чтобы мы могли потом в аналитике отслеживать, с какой компании был переход, с какого ключевого слова, с какого объявления и так далее. UTM-метка добавляется для целой компании, то есть мы ее выбираем, и с правой стороны, где мы с ней можем тоже работать, то есть включать, приостанавливать, задавать бюджет, да, выбирать стратегию назначения ставок и так далее. Мы спускаемся в самый низ, и вот здесь у нас есть шаблон отслеживания. Ну, у меня он уже вставлен, как вы видите, вы можете растянуть себе поле, чтобы вам было удобнее. То есть у меня здесь шаблон уже отслеживания вставлен. Вам нужно вот сюда его вставлять. Как делать UTM-ссылку? Для этого вы используете нашу утилиту, генератор UTM-меток. Ссылку я, конечно же, оставлю в описании под этим роликом, либо же, возможно, подсказка где-то здесь вылетит. Посмотрим. И вы выбираете, вставляете сюда вашу ссылку, которую вы хотите перейти, которую, точнее, вы будете использовать в компании. Выбираете источник трафика, в нашем случае это Google Ads, естественно. Здесь вы прописываете поля, по которым вы хотите отслеживать. То есть я, например, хочу отслеживать по компании и называю ее там поиск, к примеру. И генерирую UTM-ссылку. И нам нужно скопировать вот эту вот нижнюю часть. И эту нижнюю часть как раз-таки вставить в наш шаблон отслеживания. Более подробную инструкцию, как работать с этими утилитами UTM-меток, вы найдете на самой странице нашей утилиты. Вот здесь есть ролик на эту тему. Можете посмотреть, либо же прочитать текстовую инструкцию. Также в Google Ads Editor вы, конечно же, можете создавать новые компании при помощи того, что вы выбираете аккаунт, компанию. Вы нажимаете добавить компанию. У вас сразу она появляется вот здесь. Компания номер 230. Конечно же, вы ее переименовываете. Вот здесь, с правой стороны, там, ее называют, да, для видео. Так, для видео. И вот здесь, конечно, я проставляю снова-таки там бюджет. Выбираю, какой это будет бюджет. Средний дневной или для всей компании. Стратегию назначения ставок. Также можно сразу же здесь выбрать. Вот здесь открывается от поля. Вы можете выбрать, например, целевой процент полученных показов. Вверху, да, там, не менее 80% и там, не знаю, 50 копеек, к примеру. Все это я для примера, конечно, сейчас делаю. Очень важные поля. Это тип компании. Мы выбираем сразу наш тип компании, который мы создаем. В данном случае поиск. Включить поисковую сеть, включить. Поисковых партнеров, включить. Контекстно-медийную сеть мы сразу же отключаем, если мы создаем обычную классическую поисковую компанию. Потому что, если вы это не сделаете на этом этапе и отправите так изменения, то у вас будет компания, которая сразу показывается и в сетях, и на поиске. И потом вам поменять это здесь будет невозможно. То есть придется пересоздавать компанию. Поэтому вот эти вот поля обязательно сразу проверяйте и меняйте. Все остальные поля, они не так важны, если вы в том плане, что если вы допустите какую-то ошибку или захотите потом в процессе что-то заменить, вы, конечно, сможете это сделать на самом аккаунте Google рекламы непосредственно в браузерной версии. Ну и, как обычно, здесь все проставляете. Дату начала, окончание, расписание показа, объявлений, устройства, на которых вы хотите показывать рекламу, корректировку ставок задаете, ограничение частоты показа, в язык меняете местоположение, люди, которые будут видеть вашу рекламу, то есть метод таргетинга, из целевых местоположений, интересующиеся ими, или же конкретно находящиеся, или же пользователи, которые просто ищут ваше местоположение. Вот здесь мы тоже доходим до UTM метки, которые нам нужно будет с вами проставить, о которой я говорила чуть раньше. После того, как вы здесь все это проставите, вот здесь у вас появляется эта новая кампания, вы переходите на вкладку группы объявлений, нажимаете на добавить группу объявлений, называете ее тоже. Конечно, лучше называть так, как называется большинство ключей в вашей группе по смыслу. Вот здесь вы проставляете там максимальную цену за клик и так далее. Расширение таргетинга. После этого вы спускаетесь ниже, переходите к ключевым словам, задаете ключевые слова, местоположение. После этого спускаетесь в объявление, задаете все объявления и в расширение. Конечно, в реальности на практике мало кто делает кампании конкретно вот таким вот способом. это достаточно долго. Здесь легче просто уже редактировать какую-то созданную вами кампанию и легче ее уже загружать из файла, импортируя или же с помощью нашей утилиты. Так, очень легко сделать кампанию при помощи нашей утилиты, которая называется генератор объявлений Google AdWords. Ссылку на нее я, конечно же, тоже оставлю в описании к этому видео. Подробную инструкцию вы также можете найти вот здесь вот после этой утилиты. Здесь есть конкретно 2 моих видео на этот обзор, также статьи и инструкция текстовая, как пользоваться этим генератором. Так что ссылку также на это видеоинструкцию я вам оставлю в описании, либо же она, возможно, где-то здесь вылетит, посмотрим. Но суть его принципа, быстренько вам освежу в памяти, если же вы не знаете, то выведу вас в курс дела. Вам необходимо иметь файл со списком ключевых слов, который разбит по группам. Допустим, у вас есть группа, у вас есть фразы и у вас снята частота. После этого вы отсортироваете с помощью фильтра по частоте, по убыванию. И далее вы отсортироваете по группе от А до Я. Таким образом, у вас получается группа, в которой есть фразы, которые отсортированы от самой большой частоты до самой маленькой. Ну, для начала мы отсортируем просто по частоте, по убыванию. Если вы знаете, в каком точном типе соответствия вы хотите использовать этот ключ, вы рядышком можете прописывать. Например, я хочу там использовать этот ключ с частотой 305 в точном соответствии и ни в каком другом прописываю здесь себе. Дальше я хочу там остальные фразы в широком соответствии, да, к примеру. Я прописала. И после этого я спокойно могу удалять колонку с этой базовой частотой. Точнее, я для начала делаю фильтр по группам от А до Я. и удаляю эту компанию, точнее, эту колонку. Сохраняю данный файлик. И после этого перехожу в свою утилиту и загружаю свой файл. Включи на блок. И он у меня загружается. Если же вы, например, не знаете, в каком типе соответствия вы хотите еще использовать, да, ключи, или вы хотите просто попробовать использовать этот ключ во всех трех типов соответствия, с правой стороны вы просто не убираете галочки. Либо же, если вы не проставили в этом файле типы соответствия, ну, вы знаете, что вы хотите ключи все только в точном типе соответствия, вы можете просто оставить галочку на точный тип соответствия. И дальше выставляете ссылку на ваш сайт и после этого двигаетесь дальше. Итак, вы проставили ссылку, переходите к созданию объявления. Ссылка у вас автоматически подтягивается, либо можете проставить. Прописываете заголовки, прописываете отображаемый путь и прописываете тексты объявления. И с правой стороны у вас здесь превью, которое показывает, как будет выглядеть ваше будущее объявление. Если вы здесь прописываете сами заголовок, какой вы хотите, то есть, например, как я прописала самостоятельно, заказать, то таким образом у вас эти заголовки, они всегда будут постоянно здесь. Например, продвижение сайтов. Так, сайтов. Все, эти заголовки никуда не денутся, они у вас остаются, постоянно будут, у вас будет такое объявление. Но если же вы выберете, например, Keyword, такой оператор, прописываете его. Таким образом, у вас автоматически в заголовок потянется ключ, который имеет наиболее первый в вашей группе. И почему мы, собственно, файлики тогда сортировали с вами по частоте наши ключи, чтобы они оказывались на первом месте, наиболее высокотрафиковый ключ, первый шел в группе. Потому что, как правило, как мы все знаем, наиболее оптимально использовать для заголовка ключ, который имеет наибольшую частоту. И таким образом он будет вот вам подтягивать продвижение сайта в гугле, в моей группе, первый высокотрафиковый ключ. Если же я к слову Keyword к оператору добавлю, например, номер 2, мы видим, что у нас здесь уже поменялся заголовок, то есть оператор, утилита подтянула второй ключ, который находится в нашей группе. Второй ключ был, как продвинуть сайт в гугле. Также имейте в виду, что если вы, например, выбрали просто Keyword, или Keyword там какой-то конкретный, но у вас этот ключ будет слишком большим, то есть по символам он будет больше, чем позволено в заголовке, то есть больше 30 символов, таким образом утилита автоматически разобьет ваш первый заголовок на первые два, то есть остаток вот этот вот, который не помещается в первый заголовок, перейдет на заголовок 2 автоматически. Такой же лайфхак мы можем сделать с отображаемым путем, то есть я здесь прописала продвижение сайта, но если я выберу, например, оператор Word1 и вот здесь выберу оператор Word2, то таким образом у меня берется первый ключ в моей группе и разбивается на первых два сайта, ну то есть здесь у меня тоже продвижение сайта, естественно, оно точно так же подставляется, если мы увидим, да, видите, вот у меня Keyword, первая фраза продвижение сайта в Гугле, то есть я подставила Word1, Word2 и моя первая фраза в группе, которая называется продвижение сайта в Гугле, разбилась на два слова продвижение и сайта. Далее вы прописываете описание, вот здесь вот смотрите баланс слов, здесь вам будет писаться анализ качества текущего вашего текстового объявления, конечно, нужно использовать, как мы помним, цифры, наше УТП, чем мы лучше, какие-то популярные, какие-то эмоциональные слова, которые вызывают у нас желание нажать на ваше объявление и так далее, и здесь оно будет вам показывать. Далее мы переходим к быстрым ссылкам, которые мы с вами тут тоже заполняем, справа наша превьюшка никуда не девается, как только мы добавим с вами быстрые ссылки, вот здесь вот они будут отображаться, и мы сможем посмотреть, как выглядит наше объявление, и вот здесь мы сможем поклацать и посмотреть, как выглядят вообще все наши объявления в данной компании, посмотреть, нравится нам, нет, чтобы, возможно, мы подкорректировали, возможно, что-то неправильно, чтобы мы могли вернуться в начало и это исправить. То есть, видите, я проставила ссылки, вот здесь вот можно их полистать, исправить, плюсиком мы добавляем новую ссылку, как бы, чтобы ее добавить, минусиком мы удаляем ссылку, если мы ее не хотим, и с правой стороны мы видим вот наши ссылки, вот так они выглядят, вот так выглядит наш текст объявления. Внизу уточнение, точно так же мы добавляем уточнение, видим их, что они вот здесь вот у нас отображаются, минусиком мы можем их удалить, если мне оно не нужно, например, или же плюсиком добавить какое-то новое уточнение и так далее. И переходим внизу к минус словам. Далее вы переходите к полю минус слова, прописываете минус слова, если вы прописываете слова просто как они есть без квадратных скобок, то есть без точного типа соответствия, то есть, например, как я хочу именно вот только в такой форме видеть, да, я прописываю точное соответствие. Если я прописываю просто без всяких операторов, то тогда наша утилита при помощи нашего склонятора, она автоматически просклоняет все ваши минус слова во всех склонениях, потому что, напомню, что очень важно, когда вы добавляете минус слова в компанию, просклонять их по всем склонениям, иначе ваша компания может показываться в ответ на минус слова какое-то, которое пользователь спросил в другом склонении, и вы просто сольете бюджет. После этого вы нажимаете, называете свою компанию и нажимаете создать компанию. И мы нажимаем получить нашу компанию, видим нашу компанию со всеми заполненными полями, и самое крутое, что есть в нашей утилите, это то, что с, ну, не таких уже недавних пор, Google, он автоматически ставит таргетинг консервативный, а это сливает деньги, лучше его отключать. И вот в поле таргетинг оптимизейшн у нас вот здесь как раз таки уже это отключено. И вы можете скачать это файлом, либо же просто скопировать нашу компанию, перейти в наш аккаунт, выбираем здесь аккаунт, импортировать, и вставить текст. И мы нажимаем просто Ctrl V, нам больше ничего делать не нужно, и нажимаем обработать, и наша компания просто импортируется, и готова уже, вот мы видим, что здесь добавлено столько групп объявлений, ключевых слов, минус слов, развернутых текстовых объявлений, и так далее. Мы нажимаем завершить и просмотреть, и после этого мы можем открыть эту компанию, и посмотреть, возможно, у нас где-то есть какие-то ошибочки, например, да, да, вот заголовки 2 у нас тут больше 30 символов, а так в целом мы видим, что все у нас нормально, здесь мы можем уже смотреть непосредственно, дорабатывать что-то, или же опубликовать наши изменения, а, ну и здесь, конечно, мы выбираем кнопку сохранить. Подробную инструкцию на эту утилиту я оставлю ссылку в описании, как и саму ссылку на эту утилиту, также вы можете в принципе таким же способом, например, даже без нашей утилиты подготовить файл в Excel, да, и просто его загрузить с помощью импорта, то есть для этого вам нужно будет добавить из файла, или же вы не сделали Ctrl-C, да, с помощью нашей утилиты, как я сделала скопировать компанию, а вы скачали ее файлом, то есть этот файл тоже можно добавить при помощи вот этой вот функции, ну и, конечно же, функции экспортировать, мы можем экспортировать как весь аккаунт, так мы можем экспортировать конкретные нами выбранные компании, или же группы объявлений, также мы можем экспортировать, здесь у нас текущее представление, либо же особые правила, ну очень часто нам тоже нужно поработать, возможно, что-то доработать, в непосредственно файле, нам сделать это будет удобнее, поэтому мы можем все как экспортировать, так и импортировать, также вы знаете, что, конечно, нужно всегда просматривать поисковые запросы пользователи, и вовремя на них реагировать, то есть добавлять нужные нам ключевые слова из поисковых запросов пользователей в компании, или же наоборот, быстренько увидеть, что, возможно, поисковые запросы держат какое-то минус-слово, и нам вообще такие поисковые запросы не подходят, а мы пропустили такое минус-слово, не добавили его, и быстренько добавить такую фразу целую в минус-слова, и, конечно, мы можем делать это в браузерной, в браузерной версии, но мы можем все это абсолютно делать даже в Google Ads Editor, для этого мы переходим в инструменты, и здесь мы можем, конечно же, посмотреть отчет о поисковых запросах, выбираем конкретную нужную нам компанию, как обычно, выбираем диапазон дат, за который нас это интересует, либо же задаем свой собственный диапазон дат, выбираем, что нас интересуют, показы, клики, стоимость, конверсии, то есть, опять же, проставляем галочки под себя, и нажимаем ОК, и оно скачает нам сейчас и покажет все поисковые запросы пользователей, и мы видим, что, мы видим вот поисковый запрос, и мы видим колонку добавлено или исключено, то есть, вот эти ключи у нас уже добавлены, а вот эти вот ключи у нас не добавлены, мы можем посмотреть их стоимость, мы можем посмотреть показы, клики, сетях, взаимодействия и так далее, если я хочу, например, вот этот вот ключик добавить себе в ключевое слово, то есть я просто нажимаю на add as keyword и этот ключ у меня уже будет видите добавлен в точном соответствии в мою компанию в группу ключи конкуренты или же я могу например добавить ее как минус слова и вообще могу экспортировать весь этот аккаунт и после этого я перехожу сюда закрываю и вот здесь мне опять же в ключевых словах покажется новенький мой ключ который будет выделен жирней по факту google ads editor это отличный вообще инструмент который позволяет как вы видите делать абсолютно все просто и даже без доступа к интернету вы можете как создавать компании так выгружать экспортировать заменять все это делать это массово и очень быстро и отправлять изменения на сервер поэтому он действительно вам сэкономит кучу времени с ним действительно очень удобно работать это фактически то же самое что direct commander если вы пользуетесь direct commander но гораздо более улучшенная версия которая не имеет никаких косяков в принципе работает очень хорошо быстро поэтому если вы еще не скачали google ads editor я вам рекомендую обязательно его скачать но если вы не видели мой предыдущий ролик о том как работать именно в браузерной версии google ads то я советую его вам посмотреть потому что google ads конечно же всегда обновляется он обновился снова поэтому обязательно посмотрите его посмотрите какие там функции появились новые как с ними работать ссылку я обязательно тоже оставлю в описании или же он вылетит вот где-то вот здесь это была первая часть обзора возможности google ads editor я показала вам основные его функции основные поля основные действия которые с ним можно воспроизвести и я буду рада выпустить для вас вторую часть если вам она будет интересно поэтому если у вас остались какие-то конкретные вопросы если вы хотите чтобы я рассмотрела что-то более конкретно на чем-то остановилась более подробно обязательно ставьте оставляйте мне комментарии оставляйте мне вопросы оставляйте то что вы бы хотели видеть в следующей части и тогда я сниму вторую часть и расскажу более подробно об этих моментах что можно сделать просто рассмотрю а как это можно сделать быстрее лучше и постараюсь максимально подробно остановиться на каждом комментарии на каждом вопросе ну а вам я желаю хороших продаж, удачной рекламы и до новых встреч!